Никогда не думал, что окажусь в Коле. Все получилось очень спонтанно. Мне предложили, я согласился. Раньше я не задумывался даже, что это за место. Для меня это был забавный указатель на выезде из Петербурга. Мы выехали из Мурманска как только стало светлеть, часов в 11. По пути остановились на берегу Кольского залива. Тут я впервые увидел ледяные торосы. Лед ломается и наслаиваются друг на друга. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, пухляки! Мы в Коле. Кола – это такой небольшой городок рядом с Мурманском. На самом деле, сначала появилась Кола, а уже потом появился Мурманск. Собственно, чем знаменит этот город? Недавно в газетах появилась новость, что здесь реконструировали набережную. Посмотрите, вот это набережная. Справа от меня это река Тулома. Протекает вот так вот, протекает. А здесь уже Кольский залив. Так вот, в новостях появилась информация, что сделали здесь набережную. Но самое интересное, что здесь сделали лежаки для загорания. И больше всего это возмутило, конечно, местных жителей. В новостях всю дописали местные блогеры мурманские, что это беспредел. Чтобы на него лечь, это надо постараться, потому что он очень большой. Мы в Коле загораем под солнышком, которого здесь нет. Ну что ж, лежаки – это хорошо. Давайте осмотрим еще набережную. Вот что не хватает на этом лежаке, так это колы. Обязательно нужно найти в Коле. Продают ли в Коле колу? Теперь давайте постараемся разобраться, почему же так получилось странно эта набережная. Вообще изначально в разработке набережной, в ее дизайне, принимали участие специалисты из университета МАГУ, вот того самого, который мы сняли в Мурманске. Они все могут. Я могу. Они сделали очень интересный проект. Ну это, конечно, не шедевр, но забавный проект. И даже эти лавочки, с которых можно прекрасно любоваться на Кольский залив. Вот, посмотрите проект, как они должны были выглядеть. Вот. А теперь посмотрите, что сделали в итоге. Сразу скажу, что здесь очень холодно, и сидеть на этих лавочках просто невозможно. Ну то есть, во-первых, всегда здесь есть снег. Вот как раз тот проект, который задумывался в университете МАГУ, он подразумевал такой навес, который бы защищал людей от ветра. Потому что сейчас я сижу, и мне действительно очень дует в голову. Но лето здесь очень мало длится, как вы понимаете. Все-таки это уже Арктика почти. И, конечно, в такие вот лавочки, ну я думаю, что просто либо не хватило денег в бюджете на что-то, они заменили просто обычными лавочками. Потому что там были уникальные лавочки. Вот. Ну и в итоге специалисты, которые, специалисты-дизайнеры из университета МАГУ, они сами отказались потом от своего проекта. Таким образом прославилась эта набережная, прославилась кола из-за того, что вот так сделали все, не по-человечески. Все здесь покрывается вот таким вот слоем снега. Это иний, который намерзает со временем. Потому что здесь сейчас вот какой-то туман. Парит, видимо, температура воды теплее гораздо, чем окружающего воздуха. Вот. И все парит. Образуется такой налет на всех, на деревьях, на всех конструкциях. Поэтому я не знаю, когда они собрались здесь прогуливать своих детей. Хотя вот с горки кататься, конечно, хорошо. Я думаю, что здесь надо было использовать больше дерева, потому что ребенку взяться, если вот за эти металлические поручни, я думаю, что в мороз будет не очень приятно. Ну и, конечно, находясь в коле, мы не можем не попробовать колы. Давайте зайдем в этот магазин и посмотрим, есть ли здесь кола. Добрый день. А у вас есть кола? А, маленькую. Да, вот такую можно. Нет, все. А вы еще мне подскажите, а тут казначейство, где вот мы не можем найти казначейство. Да, какое-то древнее здание там такое. А, там магазин еще. А, магазин? Там нет какого-то музея. Нет? Нет, ну я читал, что просто казначейство, типа самое старое здание здесь. Вам нужно спуститься обратно, по этой дороге до конца, вы едите на главную. Это не через мост, это вот здесь, на этой стороне. Вот, вы перед мостом, будет поворот на главную дорогу. Вы по ней поедете, поедете, и перед переездом будет поворот. А это вот от церкви далеко? А это вот как раз напротив церкви. Вот напротив улыбки Радуги, вы видите магазин, там, наверное, пиво какое-то 24 часа. А, хорошо. Давайте карта тогда расплачусь. Вам-то не понравится. Ну, спасибо. Всего доброго. Ну вот, мы в коле. Мы разопьем колу в коле. Эта церковь тоже одна из достопримечательностей колы. Она очень тоже древняя, но мне кажется, что ее уже реставрировали, и теперь она несколько изменилась. Ну, сейчас мы постараемся найти еще здание казначейства. Это одно из самых старых зданий. А вот, собственно, то самое казначейство. Это одно из самых старейших зданий колы. Давайте посмотрим, что с ним сделали. Ну, во-первых, здание превратилось в магазин. Да, вот с этой части немного еще видно какие-то деревянные остатки. Но в целом они все обшили вот таким вот сайдингом пластиковым. С обратной стороны остатки какого-то деревянного строения, деревянного зодчества. Так, ну, здесь видно, да, пристрой. Это не так все благовидно, как я себе представлял. Во всех противоводителях описывают это как старинное здание. Действительно достопримечательность. Но, к сожалению, сейчас посмотреть здесь не на что. Здесь все превратили в магазин. Здесь продаются сейчас пиво. Вот, собственно, что осталось от казначейства. Давайте попробуем зайти внутрь. Местный вот торговец подсказал нам, что все-таки здесь есть. Действительно, это здание, дом бывшего уездного казначейства. Первое и единственное гражданское каменное здание в Заполярье, построенное в 1807 году. Охраняется государством. Вот, даже видите, здесь осталась такая табличка. Но это очень странно, что они обшили все сайдингом. Но, может быть, когда-то наши потомки, они уберут это все, и там останется девственно нетронутый памятник архитектуры. Давайте внутри посмотрим. Нельзя. Добрый день. Без маски нет? Вообще нельзя. А чему? Вы закрыты? А я просто здание казачейства зашел посмотреть. А его здесь нет? Давно уже? Давно уже его закрыты. Ага. Памятником оно не является, если вы это хотите. Нам пришло письмо, что его сняли. Что было? Это экспертиза. Экспертиза подтвердила, что оно таковым не является. Ясно. Ладно, спасибо. Просто он во всех путеводителях, как памятник. Ну, просто он был памятником. А, и тут сняли, да? Памятником, да. Ну, три года назад пришло на письмо, что была проведена экспертиза, новая именно. Ясно. Ладно. Ну, путеводители, наверное, не успеют все это упасть. Спасибо. Да, вот видите, какие новости открываются. Оказывается, его уже сняли с памятника архитектуры. И вполне он может быть теперь магазином с сайдингом обшитым. В Коле на одну достопримечательность стало меньше. Но, в любом случае, табличка там есть. Я посмотрел хотя бы на табличку. Ну, это для тех, кто любит православные памятники, может посмотреть здесь. Церковь. Такую церковь, она, видимо, тоже очень старенькая. Поэтому, ну, заходить в церковь мы не будем. У нас не православный канал. Но здесь очень красивые двери. Давайте их рассмотрим. Кстати, это резьба на металлических дверях. Благореченский собор. Первое каменное здание на Кольском полуострове 1804 года. Может быть, при реконструкции его как-то обновили. Тоже добавили немножко современных материалов. Поэтому выглядит оно не таким уж древним. Вот видите, как красиво здесь на Кольском полуострове. Замерзает окна. Действительно, такое сказочное ощущение. Вот и закончилась наша экскурсия по Коле. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что нет. Куда еще съездить, может быть, мы обязательно съездим. Кола, это забавно, но очень мало. Но все-таки надо понимать, что это скорее деревня, чем город. Кольском полуострове. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин